Такой день на канале Мир Белогорья. Вот сначала чуть отвлечемся от индюшек. Очень хочется расспросить, кто это что, но мы обязательно этого коснемся. Давайте сначала посмотрим анонс предстоящей программы «Сельский порядок», узнаем, о чем она и возвращаемся в студию. Село Сергиевка Краснояружского района. Край, который полвека назад облюбовали лебеди. С тех пор в Сергиевке этим птицам посвящают стихи. Их рисуют на воротах, вышивают на ручниках. И, конечно, украшают свои клумбы лебедями из автомобильных шин. Здесь часто играют золотые свадьбы, живут большими дружными семьями. И хранят верность не только возлюбленным, но и земле своих предков. Иван Федорович, ну от вас в анонсе мы уже увидели. Итак, Сергиевка, лебединый край. Почему? Расскажите. Ну, лебеди избрали, наверное, излюбленное место. У нас там есть такое, как бы сказать, болотце. И вот они один раз прилетели, им понравилась вот эта местность. И ежегодно в одно и то же время весной прилетают. Осенью улетают, а весной прилетают. Они сдятся там, потом получается в их семейство. И мы дали вот это как бы лебединый край. Понимаете? И у нас вот это все знают, что такое Сергиевка и как бы лебединый край. А давно они залетели вообще в Сергиевку? Вы сказали, однажды прилетели, им понравилось. Сколько я помню всегда, давно они прилетают. Детвора туда бегают, на это озеро. Вот, подкармливают их там, хотя они близко не подпускают, но все равно это такие красивые, такая красивая птица вообще. Антон, а много прилетают лебедей вообще к вам? Ну, стаями именно где-то около 12-11 особей. Когда у нас есть такой праздник, день поселка, вот, и они на этот праздник к нам прилетают. Стаями покружают около нас и улетают на озеро. А как-то подпускают к себе, к ним можно подойти, сфотографироваться или все-таки дикие птицы? Ну, можно сдалека только их сфотографировать, потому что они к себе довольно близко не подпускают. Ну, у нас сегодня в студии другая птица, это вот две индюшки, которые Иван Федорович с Антоном принесли к нам. Расскажите, кто это, что это за птица, сколько по возрасту вот этим вот двум птенцам, насколько я понимаю, да? Да, это индюки, им, значит, родились они 16 апреля, понимаете? Так, буквально месяц с неделькой, да? Да, так что, конечно, это кропотливая работа с ними. Они, значит, требуют определенного внимания, кормления, ухода за ними. Но прихотливые такие животные, и Антон полюбил их даже. Антон полюбил. Антон полюбил? Антон полюбил в Москву, как бы, я выражаюсь, как бы защищал диссертацию по этим. Что, прямо с индюками ездил, с клеткой, что ли, Антон? Ну, не совсем, а я писал доклад про них. Так, ну-ка, расскажи, о чем это был доклад, и что ты там рассказывал, и кому ты рассказывал в Москве об индюках из Белгородской области? Я попал в отдел биологии. Я там рассказывал про индюков, о том, как они питаются, живут, в чем они находятся всю свою жизнь. В данный момент у меня, ну, птица индюк, их зовут Вася и Лера. То есть это мальчик с девочкой? Да, мальчик с девочкой. А дедушка сказал, что ты прямо за ними ухаживаешь, сам этим занимаешься. Насколько это тяжело, вот, мальчику, как ты, заниматься вот таким фермерским хозяйством, правильно, да, Иван Федорович? Да, да. Что ты делаешь? Ну, я убираю, бабушке помогаю убирать за ними постель, меняем солому, поем их, кормим комбикормом. Когда они вырастают, ну, уже с под месяц, мы им даем уже чуть больше крупинки, а потом уже их выгуливаем на траву и загоняем в базок, чтобы они там проводили все оставшееся время до вечера. Вечером мы их потом выпускаем, и они заходят в сарай и там ночуют. Слушайте, ну, видимо, птицам очень понравилось у нас в студии, может быть, здесь светло и достаточно тепло, они обе так это приснули, аккуратненько глазки закрыли, дышатся беспокойно. Да, микроклимат подходящий. Значит, еще и атмосфера хорошая в студии, доброжелательная очень, животным у нас хорошо, мы их пока оставим, Иван Федорович. Я знаю, что вы почетный житель Красноярожского района и еще и обладатель медалей за заслуги перед землей Белгородской второй степени, бывший председатель колхоза «Маяк». Вот скажите, чем вы сейчас на заслуженном отдыхе, кроме обучения внука, ухаживать за индюшками, занимаетесь? Ну, вы знаете, когда я ушел на заслуженный отдых, вот, на пенсию в 60 лет, я еще работал, где-то 5 лет работал. Ну, а сейчас я, хоть и на пенсии, уже мне 74-й год, все равно я такие общественные нагрузки занимаюсь. В настоящее время я, как председатель совета ветеранов, глава поселения, я частый гость в школе, на предприятиях везде, в организациях, интересуюсь, чем молодежь занимается, чем вот это, к чему вот такие у нас и дети. Дети у нас в школе, я не знаю, отличные дети, понимаете, у нас средняя школа, в настоящее время у нас находится 103 человека, недавно был последний звонок, я присутствовал на этом звонку, вот, желал детям хороших экзаменов. Давайте мы сейчас, Иван Федорович, как раз посмотрим все это из программы, узнаем, чем знаменито ваше село и в вашем обществе, и в обществе вашего внука. Уж не знаю, насколько Васе и Лере будет интересно посмотреть программу «Сельский порядок», но я думаю, что они ее потом посмотрят, если что, в записи. Давайте посмотрим программу «Сельский порядок» о селе Сергеевке. Редактор субтитров А.Семкин